1 сентября текущего года в сельском округе Улькена-Ахсово и Гурского района были зафиксированы 4 случая заражения опасной инфекцией. Причем врачи подозревают у пациентов наличие сибирской язвы. По мнению экспертов, предварительной причиной заболевания может быть участие заболевших в забое зараженного животного. На данный момент определен круг контактных лиц, подверженных риску заражения. Все взятые под медицинское наблюдение местные исполнительные органы организовали работу оперативного штаба, усилили контроль и надзор за ситуацией. Районным отделом полиции были введены ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района и ввоз из других районов. В сельском округе Улькена-Ахсу Уйгурского района были зафиксированы 4 случая заражения граждан с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания – участие в забое больного животного. В территориальной ветеринарной инспекции по Алматинской области сообщили, что забой произведен без уведомления сотрудников ветеринарной службы. Также, по мнению представителей областного управления ветеринарии, граждане могли нарушить режим наблюдения после вакцинации против сибирской язвы. Следует отметить, что крупнорогатый скот был вакцинирован 12 августа. 22 августа произведем самостоятельный вынужденный забой коровы владельцам для личного пользования безведомой ветеринарной службы сельского округа. На месте выехали ветеринарные и санитарные специалисты, взятые и отправлены паталонистскими материалами в Алматинский региональный филиал областной ветеринарной лаборатории для подтверждения бактериорских исследований на сибирскую язву. Ветеринарными специалистами сельского округа проводится в селе Украина суд про подворный охот с проведением клинического осмотра всех сельскохозяйственных жилых. Контролюция их перемещений запрещена ввоз и вывоз скота. По информации главного врача региона Марата Измаилова, сейчас в очаге эпидемии продолжаются необходимые профилактические мероприятия. Специалистами собраны 43 пробы. Кроме того, остатки кормов, почвы, навоз и мясо подверглись лабораторным исследованиям. На данный момент отобран необходимый объем биоматериала. Касательно произошедшего случая сибирской язвы в Игорьском районе, органами государственной национальной контроле организованы противоэпидемические мероприятия. В частности, определены 21 человек, которые контактировали при убое мясо животного больного. Все они взяты под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. На сегодняшний день выявлены и взяты под медицинский контроль 21 человек, имевшие контакт с потенциальным носителем опасной инфекции. А четверо больных, у которых подозревают сибирскую язву, находятся под строгим наблюдением врачей. Специалисты уверяют, что кожаная форма заболевания является частым проявлением инфекции. И при своевременной терапии пациенты часто идут на поправку. На данный момент четверо пациентов находятся в инфекционных больницах. У них четкая клиника сибирской язвы. На теле, в предплечьях, в руках имеются язвочки. Еще субфибринная температура. Состояние пациентов оценивается в средней тяжести. Это кожная форма. Хорошо поддается лечению. Следует отметить, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Основными переносчиками болезни являются животные. Поэтому специалисты рекомендуют покупать мясо и молочные продукты только в специализированных торговых точках.